Ходьба, бег, общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища. Спортсмены вышли на поле задолго до начала соревнований. В спортивном комплексе «Нефтяник» проходит региональный турнир по мини-футболу, посвященный бойцам специальной военной операции. Сегодняшний наш соревнователь посвящен от ваших сил и людей, героям, которые пользуются на передовом. Учащихся специальной военной операции. Сегодняшний соревновательный третий шаг, который позволяет показать, что хорошая, достичная подготовка, команда единственная в воле победы, помогает достичь хороших побед. Но о победе говорить пока рано. Сначала жеребьевка, затем игры. Всего в соревнованиях участвовало четыре команды. По две из Ноябрьска и Губкинского. Проводятся мероприятия, посвященные участникам специальной военной операции. Ну, как не прийти. Там мои ребята. Ребята, те, которые сейчас находятся по ранению в отпуске, они тоже пришли сюда поболеть за тех, кто участвует здесь, на футболе. И здорово, здорово, что они с нами, мы помним, они всегда в наших рядах. Мини-футбол выбрали не случайно, организаторы считают. Это исключительно командная игра. И в одиночку победителем здесь не станешь. Настрой у нас боевой, как и у наших воинов там же. То есть очень сильно мы за них переживаем, болеем. И постараемся сегодня, вот я вижу, ребята пришли, сделать все для того, чтобы как-то их замотивировать. Конечно, в первую очередь, мы спортсмены, нам всегда любая игра, любой турнир – это бой. То есть цель везде всегда выигрывать. Очень хороший турнир. Я думаю, поддержку наших бойцов организовали. Турнир обещают быть хорошим. Четыре хорошие, равноценные команды. Все будут стараться биться. Но победить сильнейший. Старались и боролись за победу спортсмены в течение нескольких часов. В итоге места распределились следующим образом. Бронза у команды «Венгапур» из Ноябрьска. Серебро у «РН Ремонт НПО». Золото завоевал «Ямал-Газовик». Обе команды из Губкинского. Победителям и призерам вручили кубки и дипломы. Елена Канина, Денис Вильков. Новости Губкинского.